Большое вам спасибо за то, что вы предпочли прийти сюда. Я думаю, что у вас были разные варианты. То есть, вас никто не заставлял под дулом пистолета приходить на эту непонятную лекцию про науку и машину. И в жизни мы вынуждены сделать выбор. И, строго говоря, часто этот выбор не является связанным с моральными аспектами. Хотя, вот неважно, буду я изучать философию или медицину, поеду я на отдых во Францию или на Черное море, предпочту я китайскую или французскую кухню, останусь ли я дома, смотрю телевизор или пойду на лекцию. Но есть и моральный выбор. То есть, следует ли мне солгать, следует ли мне сдержать обещания. Должен ли я получить какую-то выгоду, навредив другим. Итак, если у вас не было бы выбора, то вас нельзя было бы обвинить в том, что вы поступили как-то не так. Если меня под дулом пистолета зовут на лекцию, в то время как вам надо ухаживать за больным родственником, вас нельзя обвинить в том, что вы пришли на лекцию. Если моя машина вырежется в вашу, а если вы затем собьете пешехода, вас нельзя будет обвинить в том, что вы нанесли увечья пешеходу. То есть, моральная ответственность предполагает выбор. Если я не могу выбирать, я не могу нести моральную ответственность. То есть, в этой части все понятно. Обычно мы думаем о том, что в моральной ответственности есть и другой компонент, другой анкредиент. И выбор подразумевает намерение. Если моя машина врезается в вашу, а дальше вы сбиваете пешехода, то безусловно у вас не было намерения сбить пешехода. Это не ваша вина. Вы сделали не то, что хотели. И это влияет на то, как мы будем обсуждать ваши действия с моральной точки зрения. Если вы уроните тарелку нечаянно, то, конечно, вы будете менее виноваты, чем если бы бросили ее. Или если вы выстрелите в объект, думая, что это олень, а это окажется человек, то, конечно, у вас будет меньше моральной ответственности по сравнению с тем случаем, когда вы застреливаете человека намеренно. То есть, конечно, вы можете небрежно относиться к своим обязанностям. Если вы едете за рулем Бентли и говорите по мобильному телефону, и дальше врезаетесь в машину, то бесполезно говорить, я не хотел это сделать. Но обычно, если вы не собираетесь что-то делать, то это освобождает вас от части вины. То есть, если вы убиваете кого-то непреднамеренно, то это непредумышленное убийство. Но есть и убийство предумышленное. То есть, большинство суждений направлено на то, что ответственность может быть ограничена. Вот какая взаимосвязь между выбором и намерением. Прежде чем мы вернемся к теме автомобилей, хотел бы поговорить с вами и о другом следствии передвижения, о поездах. Поговорим о эксперименте ФЭТИ. Я написал книгу про этот эксперимент, о котором мы только что говорили. Итак, давайте я объясню вам, что здесь происходит. Представьте, что у нас есть поезд, и он потерял управление, тормоза отказали, и он направляется по рельсам в сторону пятерых человек. Вот вы видите, это направление показано стрелкой. То есть, поезд мчится прямо на них. Люди, привязаны к рельсам, они не могут убежать. То есть, не будем задаваться вопросом, почему они не могут убежать. То есть, это мысленный эксперимент. Вот. А вы человек, который стоит рядом со стрелкой. То есть, здесь есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая новость в том, что, если вы нажмете на стрелку, то вы можете перевести поезд на боковую стрелку. На ветку. В этом случае, если поезд пойдет по ветке, вы спасете пять жизней. Но есть и плохая новость. Вы видите на рисунке, что на ветке лежит еще один человек. И он также, к несчастью, привязан к рельсам. То есть, если вы повернете стрелку, вы убьете одного человека, но спасете пять жизней. И всегда интересно попросить людей поднять руки. То есть, и здесь важно, говорю я с обычной аудиторией или с какой-то необычной аудиторией. И вот давайте посмотрим, относитесь ли вы к всему остальному миру. Итак, поднимите, пожалуйста, руки, если бы вы нажали бы на стрелку и спасли пять жизней. Практически все. Так, это хорошая новость. Кто бы не повернул стрелку. Да, кстати, тоже достаточно много народов. Это необычно большое количество людей. Итак, если вы спросите, зададите этот вопрос людям по всему миру, а здесь уже проводились сотни исследований, то обычно ответ везде одинаковый. До 90% людей, подавляющее большинство думают, что морально правильно, это нажать на стрелку, то есть спасти пять жизней и пожертвовать одной жизнью. И здесь нет каких-то демократических факторов, которые влияют. Практически все хотят повернуть поезд. Неважно, спрашиваете ли вы мужчин, женщин, богатых, бедных, образованных, необразованных, возрастных людей или детей, семилетних, восьмилетних. Ответ у всех один. Неважно, спрашиваете ли вы людей в Гонконге, в Лондоне, в Нью-Йорке, или даже если вы спрашиваете, зададите им этот вопрос в Москве. Этот профессор Филипп Фуд провел этот мысленный эксперимент в 1967 году. Это год, когда в Британии были легализованы аборты. И этот аргумент использовался в качестве аргумента в пользу абортов. Но многие философы пытались ответить на вопрос, что не так с убийством. То есть правильно ли идти на убийство. И в чем разница между этим случаем и примером, который я покажу вам прямо сейчас. То есть Джудит Томпсон из Массачистского института технологий 20 лет спустя предложила еще один сценарий. Итак, давайте рассмотрим этот пример. Поезд, опять же, потерял контроль, к моему сожалению. То есть ужасный день на железной дороге. Два дня назад я ездил в московском метрополитене и понял, что ваши поезда никогда не попадают в аварии. Это несовершенные британские поезда. Итак, опять же, поезд мчится в направлении пяти людей, привязанных к рельсам. То есть, если ничего не сделать, то поезд их переедет и все пять человек погибнут. Но есть и возможность. Есть возможность спасти их. Но здесь небольшое отличие. На этот раз вы стоите на эстакаде. И рядом с вами стоит толстяк. Очень толстый человек. Он склонился над перилами. И достаточно легонько его толкнуть, и он упадет на путь, распластается на пути. Но он умрет. Тем не менее, масса его тела будет достаточной для того, чтобы остановить поезд. Таким образом, вы спасете пять жизней. Жизни пяти человек, привязанных к рельсам. Итак, вопрос к аудитории. Кто в нашей аудитории готов убить толстяка? Поднимите руки. Хорошо. Примерно 25 рук. Кто в аудитории не готов убить толстяка? Практически все остальные. Так, а кто не знает, что делать? Да, достаточно много людей. Но подавляющее большинство не стало бы убивать толстяка. И, опять же, это соответствует с теми результатами, которые вы получаете по всему миру. То есть, в первом сценарии... В этом сценарии большинство людей думают, что перевести поезд на ответвление – это правильно. А здесь подавляющее большинство думает, что неправильно сталкивать толстяка с мостом. И, опять же, здесь не было каких-то важных демографических факторов. Мужчины несколько больше склонны рисковать, жертвовать жизнью толстяка. Такие же результаты вы получите, независимо от языка, на котором вы зададите этот вопрос, в любом месте в мире. Когда я написал книгу «Вы убили бы вы из-за толстяка», то издательство Принстонского университета... Они хотели, чтобы я изменил название книги, чтобы не казалось, что я выступаю против толстых людей. И у нас были с ними долгие споры. Но мне удалось объяснить им, в чем идея. Почему мужчина, о котором мы говорим, это толстяк? И мы проводим аналогию между этим случаем и предыдущим случаем. То есть, в обоих примерах у нас есть возможность убить одного человека и спасти пять жизней. То есть, здесь важно, достаточно ли вашего действия, действия, которое вы совершаете только вы, чтобы спасти пять человек. И мы поняли, что здесь в случае с толстяком вам недостаточно прыгнуть самому. Потому что вы недостаточно большой для этого. Нужен именно толстяк, который остановит поезд. И в течение последних 10-15 лет, когда обсуждалась задача с толстяком, люди говорили о мужчине с большим-большим рюкзаком за спиной. То есть, это не обязательно толстяк, а человек с большим рюкзаком за плечами. Итак, возвращаясь к загадке. Сначала это достаточно сложная загадка. Однако, в двух случаях здесь есть выбор. Убить одного и спасти пятерых. И вопрос следующий. В чем разница между этими двумя случаями? Вот это загадка, практически, над которой думают уже почти 60 лет. В философии есть центральное разделение. Это разделение между, с одной стороны, философами-ютилитаристами, которые следуют традиции Джерема Бентона и Мила 19 века. И, с другой стороны, у нас есть дионтологи. И они придерживаются традиции Эммануила Канта, немецкого философа. Для консеквенционалистов, для них главное получить лучшие последствия любой ситуации. Основная проблема – это обеспечить максимальное счастье, максимальное благосостояние для человека. Дионтологи или последователи Канта считают, что все остальные вещи не важны, кроме последствий. То есть мы не должны нарушать обещания, не должны врать, лгать. Мы должны говорить всегда правду, даже если мир немного станет лучше, если мы со лжом. То есть это конфликт между двумя центральными традициями философии. И утилитаристы, или и дионтологи, они предлагают разные решения этой загадки. Консеквенционалисты имеют очень простой ответ. В обоих случаях есть выбор между спасением пяти жизней и жертвованием одной. Во втором случае есть моральный эквивалент. Правильно ли в первом случае перевести стрелку, чтобы спасти пятерых? И правильно ли, наверное, столкнуть толстого человека на пути во втором случае? Мы видели сейчас при голосовании, что большинство из вас не утилитаристы. Они это продемонстрировали. Лишь большинство из вас не верят в то, что главное – спасти больше людей. Если бы вы так считали, вы бы проголосовали за то, чтобы столкнуть толстяка на рейсе, но вы так не сделали. Поэтому первый выбор, в первом выборе вы проголосовали как у утилитаристы. Лучше спасти одну жизнь, лучше пожертвовать одной жизнью, чтобы спасти пятерых, а не наоборот. Но если говорить о второй загадке, о втором выборе, то здесь вы уже занимаете другую позицию. Вы не считаете, что правильным, большинство из вас не считает, правильным убивать толстяка, чтобы спасти пятерых других. Часть моей книги посвящена поиску решения или ответа на эти два вопроса. Почему разнятся вот эти два примера, эти две загадки? И если вы попытаетесь представить, в чем разница здесь, может быть, кто-то вообще не видел ни разу такой загадки и, может быть, задумается об этом лишь впервые. И это как раз интересно. Почему, вот, вы думаете, чем можно пожертвовать, чем нельзя? Я думаю, в первом случае основная идея в том, что кто-то умрет. Либо один человек, либо пять человек. А во втором случае вы должны выбрать между убийством одного человека, то есть во втором случае будет умышленное убийство, намерение убить человека. И в любом случае, в первом случае, в любом случае кто-то умрет. Вот в этом, наверное, разница. Это интересно. И, может быть, в этом что-то есть. Однако в обоих случаях вам необходимо действовать. В первом случае вам необходимо отвезти поезд на другой путь, а на втором случае вам необходимо тоже действовать. То есть убить, столкнуть человека на рельсы. И в обоих случаях это действие. Разное действие, но это действие. И это не может быть совсем правильным ответом. Может быть, кто-то еще попытается ответить. А потом я скажу вам свою точку зрения. Может быть, в первом случае, здесь вы не несете ответственность за убийство одного человека. Как во втором случае. Во втором случае вы намеренно кого-то толкаете на рельсы и намеренно кого-то убиваете. И в этом случае вы несете ответственность за это убийство. Но в первом случае кто-то еще привязал человека на рельсы. И вы считаете, может быть, себя даже героем, который спас пятерых. А во втором случае вы все-таки будете убийцей. Тоже интересное объяснение. Похоже на первое, конечно. Но, опять же, в обоих случаях вы действуете. Вы делаете что-то. И это не просто вы убеждаете себя, что вы ничего не делаете. И в обоих случаях вы убиваете человека. Изначально одного человека, который привязан к рельсам. И этот человек не умрет, если вы ничего не сделаете. Но вы все-таки что-то сделаете. В результате умрут или пятер, или один. Я не знаю, как вы можете убедить себя, что вы не несете ответственность за смерть человека. Ну, давайте еще послушаем. Я думаю, в первом примере все люди привязаны веревками к путям. А во втором случае толстяк, он не привязан. Он может убежать из этого мостика. И вот намерение убить его даже сильнее. То есть сложно убить свободного человека, который может убежать. В этом случае, ну, эти люди уже знают, да, в первом случае, что они приговорены к смерти. А толстяк, он же не собирается умирать. Он просто случайно был, случайно оказался на мостике. Да, очень похожий ответ. И опять же, человек, привязанный к рельсам, он, пока ему опасность не угрожает. Он, пока вы не переведете стрелку. А толстяк тоже, ему ничего не угрожает, если его не столкнуть. Вот есть, итак, одна вещь, которая удивительна в обоих случаях, это то, что вы даете примерно одинаковые ответы, аналогичные ответы. Однако, очень сложно понять, выработать понимание, почему вы так отвечаете. Здесь сильна интуиция, но что двигает эта интуиция, понять сложно. Может быть, что-то, что сложно сделать, и философам тоже сложно дать ответ, наверное, на этот вопрос. Но я хочу сказать, что здесь интересные параллели. В этих примерах проследживаются параллели морали в языке. И очень часто, когда люди говорят на родном языке, они используют грамматические правила, о которых они вообще не задумываются. Когда я сейчас говорю по-английски, я говорю так, как, то есть, сдаю предложения так, как они складываются у меня в голове. И на самом деле я не понимаю никаких грамматических правил. И мы сейчас находимся в большом зале, в большом лектории, да? Вы бы никогда не сказали в открытом большом зале. То есть, сначала мы ставим большой, потом открытый. Ну, это правила английского языка. Не знаю, в русском такие же или нет. Но я не знаю этого, я никогда не учил грамматику английского языка. Я просто это знаю с рождения. То есть, они идут у меня, как бы, эти правила идут от сердца, скажем так, от души. Но существуют и в других случаях сильные силы интуиции, да? Есть параллели между языком и моралью. Ном Чомский говорил, что все языки имеют общую структуру. Русский и английский, они могут быть абсолютно разными. Но есть определенная структура, которая позволяет людям изучать эти языки. Может быть, мораль заложена в нас на универсальном уровне. И поэтому вот вы и давали такие похожие ответы. Позвольте сказать вам мой ответ. В чем здесь мой ответ? И в чем разница между двумя примерами? Давайте я вам объясню. Я думаю, что... На чем основана ваша интуиция? Она основана на следующем. Если один человек на путях сможет убежать, отвязаться и убежать, и вы повернете стрелку, я думаю, что вы будете очень рады, поскольку вы спасли пятерых, и поезд был отведен, и никто не умер, никто не погиб. Хорошо. Если с другой стороны... Если с другой стороны толстяк будет в больших сапогах резиновых, и он упадет на пути и убежит, после того, как вы его все-таки столкнетесь с мостика, вы будете уже меньше обрадованы. Почему? Потому что вам нужен толстяк, чтобы он спас пятерых, чтобы он умер и спас пятерых. Но если он убежит, поезд поедет дальше и погубит пятерых. В первом случае, поэтому вы знаете, что если вы повернете стрелку, кто-то умрет, но это будет смерть неумышленная, и вы будете рады, если он избежит этой смерти. Во втором же случае, вы намеренно убиваете толстяка, потому что вам нужна его смерть, чтобы спасти пятерых. Вы используете его, чтобы спасти пятерых, которые привязаны дальше на рельсах. Я думаю, что, может быть, не все согласятся, но это главное различие между этими двумя случаями. И я думаю, вот это основное различие говорит нам многое о многих других областях моральной философии, например, об этике войны, о чем мы поговорим позже. Я думаю, это важное различие во многих областях жизни. Итак, как я уже говорил, вы намеренно убиваете толстяка, но не намеренно убиваете того, кто привязан на рельсы в первом случае. В философской литературе есть другой пример, недостаточно известный пример, который часто используют. Представим, что у вас есть пять серьезно больных людей в больнице. И им нужна трансплантация органов. Двое из них нуждаются в почках, двоим нужны новые легкие, а одному нужно сердце. Они сегодня умрут, если они не получат вот эти новые органы. Им не сделают пересадку. И молодой человек с той же группой крови приходит на диспансеризацию в этот же госпиталь. Должен ли хирург убить его, чтобы взять у него органы и спасти других людей? Этот пример достаточно распространенный. Почему? То есть здесь используется, может быть, аморальное понимание, что приносится в жертву здоровый один человек, чтобы спасти жизнь пятерых больных людей. Да, двигается не очень быстро. Так, я возвращаюсь вот к этой картинке. Что-то здесь, да, чего-то здесь не хватает. Чего здесь не хватает на этой фотографии? Правильно, не хватает водителя. То есть это машины без водителя. Мы недалеко находимся от появления таких машин. И вообще-то сейчас это пока научная фантастика, но несколько компаний в мире, уже Apple и Google, например, они сейчас вместе с производителями автомобилей инвестируют миллионы и миллионы в разработку автомобилей без водителя. Их уже сейчас тестируют на дорогах. В Калифорнии Google машины уже во всю разъезжают. Немецкие компании, в частности, Daimler уже в пустыне испытывают свои машины. И аналитическая компания Moody тоже работает над этой темой и считают, что в следующие 30 лет такие машины будут достаточно распространены на дорогах. Ниссан, BMW и другие крупные производители, которые взяли на себя обязательство инвестировать в разработку автоматических систем управления автомобилей. На прошлой неделе в среду было сделано заявление в парламенте Великобритании, что в течение 4 лет будет разработано законодательство, разрешающее использовать эти машины на дорогах и страховать их. То есть это начало пути по программе конституционного разрешения использования этих автомобилей. Это же ведь только королева в Великобритании в парламент приезжает на экипажи, которые запряжены лошадьми. А весь мир движется уже дальше по пути прогресса и воплощает в реальной жизни идеи научной фантастики. Но будут ли такие машины безопаснее? Может быть и да. Сейчас каждый год миллионы людей гибнут в авариях. И еще раз нужно подчеркнуть, сегодня почти 3 тысячи людей умирают по всему миру каждый день в автокатастрофах. В 2013 году в России по данным ВОЗ больше 27 тысяч человек были убиты на дорогах. Это серьезная техническая проблема. Однако ее нужно придавить, прежде чем машины без водителей появятся на улицах. И эти сложности достаточно удивительные. Сейчас эти машины вообще-то законны. Сейчас, если даже все машины будут без водителей, они в законе. А другие машины подчиняются законам маневрирования и законам превышения скорости. Иногда они могут нарушить этот закон. Поэтому сейчас для инженеров-программистов проще спрограммировать машину, которая будет случайно нарушать закон. И уже тогда человек столкнется с сложностью законодательного характера, а не с проблемами программирования. Давайте посмотрим, как можно решать эти проблемы. Предположим, что машина без водителя в среднем будет безопаснее, чем обычный автомобиль. В этом случае водитель не будет отвлекаться на разговоры, и человек не заснет за рулем, потому что автомобиль будет работать на автопилоте. И можно будет выпить немного, и потом можно будет спокойно ехать домой за рулем, как бы в кавычках за рулем, то есть в машине, которую будет вести автопилот. Также это сэкономит время и производительность в результате. Нам не нужно будет самим вести себя, не нужно будет вызывать такси. Мы можем сидеть на сиденье, читать книгу, электронный гаджет или надиктовывать имейлы в компьютер. Более того, полностью автоматические автомобили не нужно будет оставлять на паркинге. Если машины сами будут ездить, можно будет их использовать коллективно. Это будет более эффективное использование. Есть и потенциальные преимущества. Если автоматические автомобили будут использоваться, они могут соблюдать более короткую дистанцию, поскольку у человека реакция все-таки замедленнее, чем у робота. Поэтому на дорогах будет больше машин в определенный период времени, и это может спасти нас от пробок. Однако есть также еще и социальные преимущества. В настоящее время люди, которые сейчас по болезни не могут вести автомобиль, например, если страдают эпилепсией или слишком преклонного возраста, в зависимости от того, где они живут. И в этом случае эта машина будет иметь также социальные преимущества, если они помогут повысить мобильность каким-то группам граждан. Несмотря на все преимущества с точки зрения стиля жизни, социальных и экономических аспектов, здесь есть одна очень серьезная проблема. И эта проблема может задержать появление действительным самоуправляемых машин дольше того момента, о котором мечтают производители. И это не техническая проблема, это этическая проблема. На эту проблему у меня нет какого-то четкого ответа. Но это один из крупнейших этических вызвов нашего времени. Давайте назовем самоправляемую машину. Давайте будем звать ее Миша. Проблема вот в чем. Должен ли Миша убить толстяка? Или, расположим, что машина Миша едет на скорости 50 миль в час и везет пассажирам. Неожиданно перед ним оказывается моторобайк с двумя людьми. То есть, и есть два варианта. Машина может повернуть налево. В этом случае пассажир внутри машины Миша может погибнуть. Если же машина продолжит двигаться вперед, то погибнут люди на мотоцикле. Также можно повернуть направо. Но справа ребенок, который погибнет. Давайте отложим вопрос, каким образом следует программировать машину Миша. Мы должны думать о том, кто должен принимать решение. Кто решает, в каком направлении поедет машина в такой ситуации. Влево, вправо или прямо. Здесь есть ряд вариантов. Возможно, это решение должно приниматься законодателями, парламентом. Может быть, это решение должно приниматься производителем машины. То есть, инженеры Google или Daimler должны решать, как программировать машину. А может быть, решение должно оставаться в компетенции владельцам. Например, вы приходите в автосалон, и там вам предлагается ряд автомобилей. Вот, допустим, Миша, это хэтчбэк с утилитарной философией. А Владимир, это, допустим, кроссовер с утилитаристской философией Канта. И, на самом деле, идея того, что человек должен решать, это не такая уж сумасшедшая идея. Ведь на сегодняшний день все эти решения по закону принимает водитель. То есть, и водители более склонны к тому, чтобы убить себя или других людей, если они врежутся на большой скорости. То есть, водитель сам определяет баланс между скоростью и безопасностью. То есть, некоторые водители предпочитают нажать на газ, даже неисполяя на то, что в этом случае увеличивается риск, только потому, что им надо доехать до куда-то быстрее. И юридическая ответственность должна быть привязана к моральной ответственности. То есть, или заказчик, или производитель, если он решает, какими моральными законами руководствует машина, то ответственность должна быть на них. То есть, если Миша поворачивает направо и погибает ребенок, но машина спасает двух пассажиров мотоцикла спереди, то есть, могут ли родители ребенка подать иск против машины? То есть, или же, могут ли родители подать иск против Гугла или Даймера, если инженеры программируют машины? То есть, опять же, нужно ли, чтобы все автомобили действовали по одному и тому же алгоритму? Если это будет так, машины будут знать, как будут вести в определенных ситуациях другие машины. Если машина спереди разделяет философию Канта или утилитарную философию, возможно, будут у машин средства обмена этой информацией. То есть, допустим, будет использоваться бампер для взаимодействия с машинами, которые следуют утилитаристской философии. Вот. Ну, а также, вот вы помните варианты перед машиной Миши? Вот другие варианты. Если Миша продолжит движение вперед, погибнут два человека, два человека на мотоцикле. Но если Миша повернет влево, то пассажир, сидящий в автомобиле, Миша, погибнет. То есть, Миша может пожертвовать своим пассажирам для того, чтобы спасти больше людей. То есть, это оптимальное утилитарное решение. Одной жизнью мы жертвуем, но две жизни спасаем. Итак, я опять попрошу вас поднять руки. Многие ли из вас купят самоправляемый автомобиль, который пожертвует вашей жизнью ради других? Покажите. То есть, вы можете купить автомобиль, который примет вашу жизнь в расчет и пожертвует вашей жизнью, если можно будет спасти другие жизни. Восемь человек. И у нас есть восемь человек, готовые пойти на самоубийство ради того, чтобы спасти других. Многие ли из вас не согласились бы купить автомобиль, который пожертвовал бы вашей жизнью для того, чтобы спасти жизнь других людей? А вы, как я, очень эгоистичны. Итак, я никогда раньше не поднимал этот вопрос, но интуиция подсказала мне, что я бы тоже не купил самоправляемый автомобиль, который бы мог пожертвовать моей жизнью ради других жизней. Итак, вот в чем проблема. Есть еще одно осложнение. Я даже не говорил о том, как рассмотреть проблему Миши и готовность пожертвовать жизнь другими людьми, и кто несет ответственность. То есть, водитель бывает пьяный, но он может ехать зигзагами и объехать мотоцикл. То есть, это вопрос к тем, кто готов пожертвовать своей жизнью. То есть, а если это будет полностью вина мотоциклиста, который перед вами, если, допустим, там пьяный водитель, готовы ли вы, и это они виноваты в том, что подвергают свою жизнь опасности, я думаю, что на это вы не пойдете. А если мы обратимся к морали, то здесь мы говорим об этической программе, которая встроена в нас. То есть, если говорить о компьютерной программе, она должна взвешивать, какие факторы преобладают. И очень немногие из вас согласились бы купить автомобиль Миша, если бы этот автомобиль мог принести вас в жертву другим. В зависимости от того, виноват ли мотоциклист или нет. И меня совершенно это не удивляет. Вот давайте посмотрим. Сейчас практически во всех странах мира есть кризис органов. Люди умирают. Людям не хватает сердец, легких почек. Четыре года назад один философ, утилитарист предложил следующее. Давайте предложим трансплант органов. Пусть каждому из нас будет присвоен номер, каждому взрослому человеку. И ежемесячно будет выбираться определенное количество людей. Люди будут убиваться ударом по голове, а их почки, легкие сердца будут использоваться для пересадки органов. Таким образом, смерть одного человека позволила бы спасти пять человек. Кроме того, в конечном итоге каждый из нас может заболеть. И если в будущем нам понадобится пересадка органов, то мы не сможем такие органы получить. И шанс того, что наш номер выпадет и что нас убьет ударом по голове, он минимальный. То есть и фактически система направлена на то, чтобы спасать жизни, а не на то, чтобы отнимать жизни. Но, конечно, это не согласуется с нашим образом мышления. То же самое относится и к самоуправляемым автомобилям. Никто не хочет находиться в таком автомобиле. То есть и в этом еще один логический парадокс. То есть, если автомобиль решит... Мы захотим ездить в автомобиле, который предпочтет убить одного незнакомца вместо двух. Но вряд ли мы захотим ездить в автомобиле, который может принести в жирку нашу жизнь ради жизни незнакомцев. Есть такая компания DeepMind, которая работает в Лондоне. Которую только что за 600 миллионов долларов приобрел Google. В DeepMind работает очень небольшое количество сотрудников. Но это лучшие сотрудники, это выпускники Парижского университета проекта Cross Europe. Уже прошло 20 лет с тех пор, как компьютер BlueMind победил российского гроссмейстера, чемпиона мира Гарри Каспарова. И победа... В этом году произошла победа компьютерного устройства в игре GOSH, которая гораздо сложнее, чем шахматы. То есть мы видим, что искусственный интеллект совершенствуется. Но победить человека в шахматы и в ГО это одно. Но если говорить о осуждениях, здесь все гораздо сложнее. Давайте представим себе, если действительно с самой проблемой автомобиль хочет пожертвовать нашей жизнью ради жизни других. Но если автомобиль стремится спасти жизнь пассажира, даже в том случае, если помрут другие люди... Мы будем возмущены, если такая машина спасет жизнь пассажира, даже если автомобиль врежется в толпу и погибнет десятки людей. И в будущем, безусловно, инженеры будут решать судьбу самоуправляемых автомобилей, а не философы. Инженеры могут совершенствовать тормозную систему, время реакции. Но самый безопасный автомобиль это тот, который стоит в гараже и не движется. И поэтому нам неизбежно придется столкнуться с другими ребусами. И каким образом решить эту загадку? Я попробую выступить с одним предложением. Практически все в этой аудитории и все в мире считают, что толстяка бывать неправильно. Но я думаю, что когда речь пойдет о самоуправляемых автомобилях, мы будем думать по-другому. Как только использование этих машин станет целесообразным, я уверен, что наши инстинкты станут более утилитарными. И особенно я говорю о нашем отношении к незнакомцам. То есть, если выбирать между тем, ехать ли вперед и убивать двух людей, или свернуть и убить одного человека, то конечно нам понадобятся утилитарные машины, которые будут стремиться сохранить жизни людей. Итак, вот эта задача про толстяка. У нее есть одна вариация. Так называемая петля, как она называется в литературе. Давайте я объясню, что здесь происходит. Опять же, есть поезд, который мчится бесконтрольно. И он вот-вот убьет пятерых людей, привязанных к рельсам. И в этом случае у вас опять есть возможность повернуть стрелку. К боковому пути привязан один человек. И мы предположим, что это корпулентный человек. И если человек переедет этого человека, он остановится. Но вот этот корпулентный человек умрет, погибнет. То есть, этот случай похож на первый пример. Но в этот раз это не стрелка, а петля. То есть, здесь есть еще несколько дополнительных рельсов. И в чем здесь может быть моральная разница? Если мое объяснение правильное, почему в случае с толстяком, вы используете его смерть для спасения пяти людей. Но в случае со стрелкой, вы не используете... Вам не нужна смерть этого человека. То есть, если этот человек сможет убежать, все люди останутся живыми. Во втором примере толстяк должен умереть, чтобы спасти пять жизней. И так, если смотреть поверхность, то здесь все выглядит, как и первый случай. Тем не менее, почему здесь используем толстяк? Допустим, один человек убежит, когда вы подойдете в поезд. И поскольку в этом случае поезд пойдет по кольцевому пути, и тогда умрут пять человек. То есть, вам нужен один человек для того, чтобы вы спасли пять жизней. И если получается, что неправильно пускать поезд на боковой путь, поскольку один толстый человек, нам нужно, чтобы он умер для того, чтобы мы спасли пять человек. Но намерение – это состояние соснания. Только человек или животное может иметь намерение. То есть, груда, стали или силикона не может иметь намерения. То есть, материалы, использованные в Бентле – это элементы машины. И поэтому мы не можем говорить о том, что у автомобиля есть чувство морали. Мы можем программировать автомобиль для того, чтобы сократить количество смертей. Безусловно, самоуправляемые машины не будут программироваться автоматически. Они будут программироваться людьми. И эти люди будут понимать последствия различных алгоритмов. Но на дороге самоуправляемые машины принимают решения. И за это отвечает искусственный интеллект. То есть, чем больше развивается искусственный интеллект, чем больше компьютеры учатся разным вещам самостоятельно, тем больше ответственности несет, перекладывает соответственность с программистом на машину. То есть, машины будут принимать решения, которые не приходили в голову программисту. То есть, машины должны строиться так, чтобы они минимизировали гибель людей. Если, допустим, самоуправляемый автомобиль убивает одного человека, когда есть альтернатива убить одного человека, то, конечно, родственники этих двух людей будут в ярости. И, возможно, они подадут иск. И вот эти дилеммы вскоре будут перенесены в другие, в другой контекст. И наша жизнь уже зависит от искусственного интеллекта. Вот есть пример кредитной карточки. То есть, уже система банковских карт имеет достаточно интеллект для того, чтобы отказать нам в покупке. Например, допустим, если я, житель Лондона, хочу в Москве приобрести Бентли, мне не удастся провести эту сделку по кредитной карте. И я летел в Москву в самолете, где все решения, за исключением взлета и посадки, принимались пилотом. И, безусловно, искусственный интеллект начинает играть существенную роль во многих областях. Вот, например, дроны, беспилотные аппараты, которые летают над Пакистаном и ищут террористов. То есть, многие из них управляются в Неваде, молодыми людьми. То есть, это все равно, что компьютерная игра для них. Они принимают решение, когда нажимать на кнопку. Они могут решать, кто останется в живых, а кто умрет. Часто они делают ошибки, часто убивают гражданских. Но военные говорят, что это неизбежно, если все-таки меньше будет жертв, если это не использовать. Если использовать обычные военные средства. Поэтому очень много таких есть случаев. Очень много в будущем принимать решения будут молодые люди из Невады. Они будут решать, когда пустить ракету, когда открыть огонь. И, опять же, это приветствуется. Солдаты, даже если они будут сидеть в стульях Невады, могут устать, могут захотеть пить, есть. И, опять же, решения, которые принимают машины, могут быть неточными. Здесь есть, опять, дилемма та же, что и с машинами с автопилотом. Еще один пример. Сейчас, если вы в больнице лежите без сознания, человек, врач, назначит вам лучшее лекарство. И учитывать будет очень много сложных факторов. Однако в будущем робот может принимать такие решения. Робот, доктор, робот может, конечно, спасти много жизней. И его решения будут более надежные. Но в какой-то момент его выбор столкнется с моралью. С моральным выбором. В Женевской конвенции есть определение, различие между намерением и предвидением чего-либо. Даже командующий, у которого есть какая-то цель, который намерен спасти несколько жизней. И если этому не удалось, если все-таки... Его не будет осуждать за убийство, потому что идет война. Если же, однако, военачальник намеренно направил огонь на гражданских, то это будет считаться преступлением. Даже если доктор намеренно прописал большую дозу морфия, и по меньшей мере в Великобритании, я думаю, также здесь это будет рассматриваться как убийство. Неважно, в каком состоянии был больной. С другой стороны, если морфин дает, чтобы облегчить боль пациенту, но зная, что в качестве побочного эффекта может наступить смерть, в этом случае это оправданно. Опять же, вот в этих случаях с войной и медициной есть намерение и есть предвидение. И они имеют очень важное значение. Что расценивать как легально и оправданно, а что рассматривать как нелегально и преступно. Но намерение, намерение это состояние разума, не имеет отношения к автономным решениям роботов или дронов. И в конце концов, возвращаясь к нашему толстяку, большинство считает, что это неправильно убивать толстяка. И причина потому, что мы считаем неправильным использовать кого-то как средство для достижения какой-то цели. Автономные машины, автономные роботы должны иметь моральный какой-то кодекс у себя в голове. Мы, как потребители, как граждане, мы должны использовать утилитарные решения. И это обязательно. Нужно сказать, что эти машины, мы поймем это, должны иметь минимальный ущерб, который они могут нанести. Это очень важное решение. И эти решения должны быть приняты как можно более раньше. Лучше раньше, чем позже. И мы коллективно должны решать относительно машин. Можем ли мы их использовать и могут ли они принимать решение убивать толстяка или нет. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, доктор, за то, что вы поделились своими мыслями с нами. Насколько я вас правильно понял, вы приверженец моральной интуиции для нас, как человеческих существ. Но когда речь заходит о автопилотах и дронах, вы не хотите, чтобы они руководствовались утилитарной логикой. Итак, если мы вернемся, к примеру, с толстяком. Мы представим, что вместо человека на мостике стоит робот. Вы хотите, чтобы этот робот принимал во внимание утилитарную философию? То есть, чтобы он минимальное количество людей убил и в конце концов столкнул толстяка с моста в результате принятия этого решения? Если так, не нужно ли нам, как людям, тоже пересмотреть свое моральное мышление и все-таки склониться к утилитарной точке зрения? Одна из причин, почему я сказал, что мои выводы, они примерные. И тут не нужно путать эти вещи. Вы поняли мою позицию, вы правильно ее описали. То есть, для человека неправильно сталкиваться с моста толстяка. Но все больше и больше машин, роботов с искусственным интеллектом появляются среди нас. И что это значит? Безусловно, а их создали люди. Но они сами учатся. Они сами учатся на практике. И они начинают действовать так, как компьютерные программисты и не предполагали. Это приводит к неожиданным результатам. Для этих машин не бесполезно говорить о намерении. Потому что намерение – это человеческая концепция. И это заявление очень приворитиво. Потому что люди, которые работают в робототехнике, работают с искусственным интеллектом, которые говорят, что то, что я заявляю, это антолбропоморфические предрассудки. То есть, роботы выглядят как мы. Они будут вести себя как мы, как люди. Говорить как люди. Будут даже чувствовать боль, может, как мы. И, может быть, у них даже будет что-то наподобие крови, если они получат травму. И, наверное, будет предрассудком сказать, что они не будут иметь никаких намерений. Как имеют намерения люди. Я думаю, это очень сложно. Чтобы это уложилось в голове, является ли это частью сознания. Сознание, наверное, несовместимо с роботами. Но очень много людей. Например, Алан Чьюинг. Может быть, вы о нем слышали. Компьютерщик, ученый. Компьютерщик, который в нацистской Германии разработал код «Энигма» в войну. И тогда проводились тесты для компьютеров. Имеют ли они разум или нет. Он говорил с машиной или с тем, что находится за экраном. Даже, если можно сказать, с роботом. И смотрел, как реагирует робот и как реагирует человек. Поэтому, конечно, можно сказать, что робот в какой-то степени разумное существо после этих тестов. Что касается моей интуиции. Я думаю, что людям сложно до конца понять, что значит сознание. Если они говорят о роботах. Роботы имеют какой-то элемент сознания. Но все-таки в полной мере об этом говорить серьезно пока рано. У меня вопрос о том, возможно ли сравнивать выбор человеческого существа в этой ситуации и выбор робота. Потому что, по моему мнению, вы упустили один аспект ситуации. В случае с человеком, когда человек принимает решение, в этом случае, вы видите, ситуация достаточно сложная с философской точки зрения. И если мы стоим рядом с путями и видим приближающийся поезд, у нас нет времени думать об этих вещах. Может быть, недостаточно времени все это обдумать, чтобы принять рациональное решение. Поэтому, по моему мнению, люди, человеческие существа, если они не обдумали ситуацию заранее, они будут просто принимать решение, как сказать, от Бога. Поэтому каждый человек, который будет действовать разумно здесь, он должен принимать решение заранее, прежде чем попадет в такую ситуацию. Он должен думать, как мы сегодня собрались и думаем все об этом на этой лекции, он должен обдумать эту ситуацию заранее, все взвесить, прежде чем он в нее попадет. И поэтому мой вопрос следующий. Если я подумаю о этой ситуации заранее, прежде чем я попаду в нее, будет ли тогда это означать, что я себя запрограммировал, как я запрограммирую вот этот автомобиль без водителя? Будет ли это значит, что я буду действовать в соответствии со своими принципами? И будет ли робот будет действовать в соответствии с запрограммированными принципами? В чем здесь разница между машиной, которая действует по программе, которая прошита в ней, и человеком, который тоже действует в соответствии со своими принципами этики и морали? Поняли ли вы мой вопрос? В этом вопросе очень много Я, наверное, возьму несколько компонентов из него Есть моральные решения, которые нужно принять очень быстро И есть моральные решения, на которые мы тратим больше времени Обдумываем дольше Очень похожий случай К случаю с вагонеткой Это когда власти должны решать Какие выделять средства на лекарства У нас есть орган в Великобритании, который решает Можем ли мы потратить деньги на покупку тех или иных лекарств Однако мы не можем все покупать абсолютно лекарства Мы должны выбирать те, которые эффективны Которые могут спасти какую-то группу людей, больных И эти решения принимаются не мгновенно Есть люди Например, известный философ Принстон Который говорил, что вот эта мгновенная реакция Мгновенные реакции Они как бы более практичные Если мы должны быстро реагировать с точки зрения морали Мы действуем более с точки зрения утилитаризма Вы сидите какое-то время, может быть несколько секунд Напротив этого толстяка и все равно решите, что это неправильно его убивать Но тем не менее мы принимаем это решение И фактически есть какое-то доказательство, которое это подтверждает Если вы заставляете людей думать дольше Вы получаете небольшой эффект Чем дольше люди думают, тем меньше им хочется убивать толстяка Правильно? Я думаю, ваша мысль была похожей Можем ли мы себя запрограммировать как компьютер? Ответ мой нет Я думаю, что люди, человеческие существа Вот в этом случае с толстяком Мы правильно действуем в соответствии с интуицией Мы используем в конце концов толстяка как средство спасения других И с формальной точки зрения мы можем применить такую же интуицию И в случае с войной, и с медициной Тех примеров, о которых я уже говорил Однако остается вопрос Пытаемся ли мы запрограммировать людей Реагировать так же, как мы Или робот должен иметь немного другую мораль И мой приблизительный аргумент такой Что все-таки разница должна быть Не думаете ли вы, что люди Это тоже машины? Ну, да Замечательно Но у нас есть программы Когда мы рождаемся, мы рождаемся с рефлексами, с инстинктами И потом Все, что мы изучаем Чему мы учимся в жизни Это практически тоже набор программ И мой вопрос Следующий Если мы сделаем роботов не машинами Не автомобильными Ну Вот как человека мы сделаем робота Да И в этом случае Не будет ли он как мы Не будет ли он иметь интуицию тоже Эмоции Чувства И так далее Я думаю С одной стороны Мы часть физического мира Мы люди часть физического мира И Вероятно мы подвержены Законам физики И всем другим законам, которые действуют в этом мире И Влияние этого огромное Если мы подвержены Физике Эйнштейна И Ньютона И такие вещи Как воля Теряют свой смысл Если мы Должны действовать Как объекты Под действием Закона физики И нужно тут понять Что такое свободная воля Это серьезный дискурс философии Я в физике Стою на точке зрения физического мира То есть Как работает наш Наш ум Наверное Немного по другому Чем все законы физического мира Однако мы Имеем свое сознание Мы Чувствуем Имеем опыт Каких-то вещей Ощущаем их Как не может ощущать робот И Тут нужно понять Как робот вообще может что-то чувствовать Это очень сложно Мы часть физического мира Но Мы видим вещи Мы видим цвета Мы Чувствуем какие-то эмоции Например Любовь или страх Мы чувствуем боль И Счастье И Остается вопрос Могут ли роботы Чувствовать боль Могут ли роботы Быть счастливы Могут ли роботы Улыбаться И Могут ли роботы Скрикивать Когда ему Больно Вот Я бы Я не знаю Как ответить на этот вопрос Разумно Я Думаю Все-таки Что здесь Нужно Понимать Что люди Это люди Человеческие существа И Они Все-таки Что-то особое В части Того сознания И чувств Какие мы не можем Реплицировать Создавая машины У меня Один вопрос Личный Хочу Воспользоваться Этой возможности Несколько месяцев Несколько месяцев Назад Я Видел Ролик Из Технологической Компании В Бостоне То есть В ролике Показывался Инженер Который Унижал Робота Которую Он Сам Создал То есть Этот робот Был Подобен Животному И Инженер Бил Робота То есть Это Выглядело Как унижение Робота У меня Был спор С друзьями Есть ли Этическая Проблема Связанная С таким Поведением Или Мы понимаем Что Если Унижение Направлено На робота То здесь Нет Никакого Этического Бэкграунда Нет Я думаю Здесь Есть Этическая Проблема Но не потому Что унижают Роботом Дело в том Что Человек Который Унижает Выражает Определенные Намерения Если Человек Который Совершает Такое Действие Дело В том Что Такое Поведение Может Вылиться В Другие Сферы Жизни Я Не Думаю Что Робота Робот Испытывает Какой-то Вред У нас Есть Интуиция Было бы Неправильно Говорить Что У машин Есть Такие Же Права Как И Людей Но У нас Есть Интуиция В отношении Прав Машин Все Кто Смотрит Научную Фантастику Понимают Что Насколько Просто Начать Относиться К машине Как К человеческому Существу И Очень Часто Мы Видим Как Тот Кого Мы Принимали За Человека Оказывается Машиной Поскольку Этот Робот Говорит И Ведет Как Человек А Если Посмотреть Мультфильм В котором Есть Говорящий Кролик То Конечно Мы Будем Относиться К нему Не Так Как К К Кролику Но Что Касается Прав машину То Безусловно Машина Не Обладает Такими Правами Как Люди Итак Добрый День Кажется Что Во Всех Этих Ситуациях Мы Стараемся Предотвратить Несчастные Случаи Не Знаю Как Так Получается Но Мне Кажется Что 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 То Происходит В силу Законов Физики Или По воле Бога В зависимости От того Во что Вы Верите И Здесь Есть Тенденция Управления Такая Западная Тенденция Я Готов Умереть В результате Несчастного Случа Но Я Не Готов Пожарить Своей Жизни Для Спасения Других Это В моем Случае Почему Мы Говорим О том Что Мы Можем Вмешаться В Жизнь Других Людей Для Того Чтобы Спасти Других Ой Может быть Я Выразился Не Очень Понятно Почему Мы Не Можем В Этой Ситуации Оставить Все Как Есть Так У Многих Многим Интуиция Подсказывает То же Самое Что И Вам Это Не Наше Дело Вмешиваться Но С этим Я Не Согласен Я Думаю Очень Не Многие Люди В Этой Аудитории Верят В Этом Если Говорить О Том Что Мы Должны Пустить Все На Самочек У Нас Бы Не Было Современной Медицины То Есть Медицина Это Дисциплина Которая Вмешивается В Естественные Процессы Мы Не Можем Отказаться От Выбора В Моей Книге Я Начинаю С того Что Говорю О Дискуссии Которая Имела Место Во Время Второй Мировой Войны Я Очень Быстро Расскажу Об Этом В 1940 Году Фашисты Запустили Ракету В1 В сторону Англии В сторону Центра Лондона И те из вас Кто были в Лондоне Вы знаете Что Есть Улица На которой Все дома Одинаково И Собственно Это Всегда Указывает На То Что Эту Улицу Бомбили И потом Построили Новое Здание И Фашисты Старались Убить Как можно Больше Людей Они Старались Попасть В центр Города Проблема С точки Зрения Фашистов Заключалась В том Что Они Не знали Попадают Они В центр Города У них Были Шпионы В Британии И Они Просили Спрашивали Этих Шпионов Удастся Ли Им Попасть В цели Шпионы Были Двойными Агентами Они Работали На Британию И Перед Британцами Стояла Стояла Вот Такая Непростая Дилемма Которая Дошла До Вынственного Черчилля Дилемма Стала Что Следует Ли Убедить Фашистов В том Что Они Попадают В центр Города Если Удалось Им В этом Убедить То Бомбы Которые Падали С Юга От Центра Они Изменили Траекторию И Убили Б Меньше Людей Бомбы Кому жить, а кому умирать. И Уинстон Черчилль сказал, нет, мы можем и мы должны выбрать. И поскольку он был премьер-министром, его воля оказалась более важной. Была проведена эта операция. Историки до сих пор спорят относительно ее эффективности. Но мы знаем, что немцы продолжали обстреливать южные пригороды, столицы. И убили меньше количества людей. И предположительно было спасено 10 тысяч жизней. И вот пример спора, когда один человек говорит, мы не можем вмешиваться, а другой человек, такой как Уинстон Черчилль, говорит, нам нужно принять решение, нам нужно сделать выбор. Это интересный случай. Это как в нашем первом примере, когда мы изменяем путь движения поезда. Я думаю, что непосредственно в этом случае Уинстон Черчилль был прав. Прежде всего, большое спасибо за лекцию. Очень интересно было посмотреть на эти примеры с нашей точки зрения. И давайте немножко поговорим о войне. Мы говорили о ситуации, когда у нас есть оправданная цель и 100 человек гражданского населения. Но если у нас дрон убивает 100 гражданских лиц, а рядом нет оправданной цели, кто несет ответственность за это? Поскольку каждое действие имеет свои последствия. Кто несет ответственность? Поскольку здесь есть выбор, есть намерение, и никто не управляет этим оружием ни из какой точки мира. Кто в этом случае несет ответственность? Это очень хороший ответ. У меня нет на него ответ. Но ответ можно найти. Я бы сказал, в зависимости от того, каким образом так получилось, что дрон убивает 100 мирных граждан. Ну, допустим, это происходит по ошибке. Я бы предположил, конечно, нет смысла обменять в эту машину. Зависит от того, о какой стадии развития искусственного интеллекта мы говорим. Можно поговорить о том, что ответственность несет программист или военный. Зависит от того, насколько совершенна эта машина. В будущем мы, конечно, далеко продвинемся на этом пути. И, возможно, в будущем будет бессмысленно обвинять инженера, который начал, запустил процесс. Но инженер не принимал решения. Решение было принято кем-то еще. Это интересный вопрос. Нам нужно найти кого-то, обвинить. Безусловно, кто-то всегда несет ответственность за такие вещи, если они приходят. Что подсказывает вам ваша интуиция? Я думаю, что наша интуиция недостаточно развита на этом этапе. И я думаю, что здесь можно сопоставить это с землетрясением. Землетрясение – это ужасное событие. Но, когда происходит землетрясение, очень трудно обвинить кого-то из людей. То есть, вот это один из вариантов. То есть, когда произойдет этот развод между программистом и действием, даже с самоуправляемой машиной мы можем говорить, что ответственность несет программист или разработчик. Но если мы говорим о более развитой стадии искусственного интеллекта, когда интеллект действительно становится автономным, то, в общем-то, становится бессмысленным обвинять программиста в том, что делает машина. Спасибо. 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 Спасибо.